Привет, друзья, я Фиксай, и добро пожаловать обратно в Майнкрафт. У меня срочное включение, ведь сегодня я приготовил нечто грандиозное для вас. Это 40 обновлений, которые хотел бы добавить ночь в Майнкрафт, но так и не добавил. Такое вы ещё точно нигде не видели. Создал и сделал демонстрацию этих обновлений зарубежный разработчик Blue Commander. И делал это он всё для одного англоязычного ютубера, Локдзипа. Я написал Blue Commander, и он благополучно дал мне на обзор эту карту. В принципе, по-другому это можно назвать. Я заплатил разработчику за новое обновление в Майнкрафте. В общем, к команду Респект, сейчас мы абсолютно на все эти обновления посмотрим. Нас ждёт очень-очень долгий путь. Поэтому оставайтесь со мной и смотрите до конца это видео, будет мега интересно. Да, овечка, кажись, она вдупляет. Надеюсь, за такой гарантиозный ролик вы уже поставили лайк, а если нет, то самое время. Давайте, я вам дам пару секунд, чтобы поставить лайк, а также подписаться на канал. 10, 9, 8, 7, 6, ну давай, 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 давай. О, пассив тебе большое. Мне очень приятно. А мы с вами начинаем. Эх, сложное слово. И первое обновление называется «Осадное оружие». Когда-то ночь сказала то, что осадное оружие 100% будут в Майнкрафте. Потому что ими будет очень тяжело управлять и будет очень забавно посмотреть на то, как они работают. Поэтому мы сделали вот такие вот пушки. Вот так вот она выглядит, потом кладём её, ставим и всё, пушка у нас готова. Когда мы садимся за эту пушку, мы уже на готове стрелять из неё. Помимо обычных блоков, мы также можем стрелять и мобами. Сейчас я вам всё покажу. Так, берём камень, динамит, а также яйцо призыва крипера. Садимся за пушку, выкидываем камень и он полетел. Всё. Вот так вот это просто. Так, коровы, держитесь. Пошла жара. Вот именно поэтому очень тяжело ей управлять. Но она успешно стреляет. Так, а если мы динамит запульнём? Он взорвётся. Вау. Так, а теперь посмотрим, как работает крипер. А чтобы в пушку засунуть моба, мы подходим. Эм, и просто засовываем туда крипера. Затем поджигаем огнемом. И всё, крипер полетел. Гениально. Обновление номер два. Секретные двери. Так, у нас здесь есть вот такая вот небольшая скала. Давайте посмотрим, где здесь может находиться секретная дверь. Здесь пока ничего нету. По сути, это вообще самая полезная вещь в Майнкрафте. Потому что от гриферов самое то. А вот как раз таки и дверь. Так, заходим. И это достаточно беспалевно. Смотрите, здесь даже тень, она никак не прорисовывается. То есть обычно, как это выглядит мода? Сто процентов, где-нибудь будет проблема с тенями. Но здесь, смотрите, всё чётенько. Они идентичны. А самое главное, что это очень-очень просто крафтится. Шесть камней и дверь готова. Бам. Бам. Номер три. Реалистичный мод. Наша самая любимая тема. Итак, включаем реализм. Готово. Ночь говорил, что было бы очень круто, если бы в настройках игры была шкала реалистичности. По типу настройки креатива, а также выживания. Правда, он никогда не объяснял, что он имел ввиду. Итак, смотрите, у нас здесь появляется новая вкладка. Реализм. Креатив, реалистик, креатив плюс. Если мы будем сурвайвелем, мы будем сурвайвелем. Если в креативе, то в креативе. Ну, в принципе, это всё понятно. Но нас интересует режим реалистик. Так, ставим его. Отлично. Теперь забираем абсолютно все вот эти вот предметы из сундука. И вы видите, что уже происходит? У меня приближается экран. А это значит, что нам будет всё тяжелее и тяжелее ходить. Ведь у нас будет очень много вещей с собой. И чем больше их будет, тем сильнее мы будем замедляться. Вот у меня полный инвентарь и я вообще полностью обездвижен. Я не могу ходить. Давай быстрее, выключай, выключай. Ух, слава богу. Всё, облегчение. Номер четыре. Фишки с верстаком. Допустим, вы подходите таки к верстаку и хотите подготовиться к битве с драконом. И начинаете крафтить броню. Но у вас ничего не крафтится. И то же самое, например, с железом. Пытаетесь сделать себе шлем, а он также не крафтится. Даже стрелы не крафтятся. Меч, мотыга. В общем-то, ничего не крафтится. Объясняю почему. Вы же знаете то, что в Майнкрафте не зря давным-давно добавили вот такие вот блоки. Это наковальня, стол лучника, а также специальная печь. Плавильня. Итак, ставим рядом с этим верстаком плавильню и начинаем крафтить. Смотрите, у нас в результате всё теперь получается. После этого мы ставим с вами стол лучника. И теперь мы наконец-таки можем скрафтить даже стрелы. Да, всё крафтится. И последнее, это наковальня для того, чтобы крафтить различные орудия. Ну, например, тот же самый меч. Всё готово, всё прекрасно работает. Класс. Обязательно после просмотра напишите в комментариях, какое обновление вам больше всего понравилось, и какое вы бы хотели добавить в Майнкрафт. Номер пять. Сезоны погоды. Вот это вот вообще крутая тема. Ночь говорил то, что с этим были определённые технические проблемы. Но вот почему-то Blue Commander, например, смог это сделать. Представляю вам, друзья, лето в Майнкрафте. Поехали. Эм, ну да. Сейчас же, в принципе, и так лето. После лета у нас идёт, естественно, осень. Смотрим. Так, включаем. И да, посмотрите только на эти листья. Идёт бесконечный дождь. Какая красота. И всё это заканчивается, друзья. Зимой. Включаем зимушку нашу родную, и всё. Листва полностью заснежены. Везде повсюду снег. Очень всё круто. Номер шесть. Чизел мод. Вы наверняка когда-нибудь дослышали этот мод, позволяющий создавать очень маленькие кубики размером с 1 пиксель. А также вырезать при помощи вот такого вот шпателя различные карикатуры на блоках. Забыл вам сказать, что здесь не использовано ни одного мода. Это не плагины и не моды. Это всё код Майнкрафта. Датапаки. И да, в ванильном Майнкрафте вы теперь сможете это делать. Просто посмотрите на это. Я прямо сейчас вырезаю здесь вот такую вот скважину. Теперь я могу спокойно забрать этот блок, поставить его в другое место, и эта скважина здесь останется. Ну не круто ли это? Номер семь. Жидкий слайм. А вот как раз таки и он. Нотч говорил, что хотел добавить жидкий слайм и мобов, сделанные из этой слизи. Чтобы они как раз таки здесь и спавнились. Но будьте аккуратны, ведь если вы туда наступите, то у вас будет эффект радиации прямо как сейчас у меня. Номер восемь. Преследующие мобы. Такие, например, как Бу из Марио. Ну или же SCP-173, который следит за вами только тогда, когда вы от него отворачиваетесь. И когда они за вами следят, они так же могут даже долететь до вас. Так, давайте посмотрим, как он вообще выглядит. О, господи. Вы только посмотрите на это. Так, хорошо. Мы с вами отворачиваемся. Посмотрим. Господи, боже мой, он реально приблизился. Так, отворачиваемся еще раз. Он уже рядом. Так, окей. Да, смотрите, он пролетел сквозь это стекло. Так, отворачиваемся. Привет. Ха-ха-ха. Боже, как это страшно. До свидания, дружище. Нет, ты, пожалуйста, не следи за мной. Все, до свидания, до свидания. О, нет, он дойдет, он дойдет, он дойдет, он дойдет, он дойдет за мной. Все, слой на него. Он остановился. Как мне от тебя избавиться-то теперь? Стоп, а что будет, если он до меня до конца дойдет? Так, вот он доходит и... Он хочет обниматься. О, нет, он меня бьет. Плохой, плохой. Номер 9. Огненные криперы. Эти криперы также взрываются, но только теперь вместе с огнем. Итак, ставим крипера вот таким вот образом он выйдет. Красавчик, красавчик. Куда ты побежал? Ай, ладно. Все, а теперь подрываем его. Внимательно смотрим. И да, он взрывается и появляется здесь огонь. Номер 10. ТНТ-стрелы. Эту идею предложили ночью, и она ему реально понравилась. Так, у нас здесь уже стоит 100 лучников, все замечательно. Кравдится это следующим образом, все легко и просто. Бам, бам, бам. Вместо кремня у нас теперь эти стрелы. Проверяем, как это работает. Да, смотрите, реально заспавнился ТНТ. Еще раз попробуем. И да, там тоже он заспавнился. Круто. В целом достаточно неплохо. Для осады каких-нибудь замков это вообще прекрасно. А для гриферов, ууу, про это уже можно умалкивать. Также насчет этих стрел он сказал то, что они могут иметь гигантский потенциал. И скорее всего он хотел очень много видов различных стрел. Они как бы в Майнкрафте добавились с различными эффектами зелени, но это совсем не то. Номер 11. Просто квадратная радуга. Он говорил, что подумает насчет этого, но, кажется, не додумал. Ну блин, радуга в Майнкрафте это реально классно. Смотрите, а в конце-то вообще сокровища есть. Алмазы и какие-то монетки. Номер 12. Гоблины. Ночь говорил, что было бы очень круто найти деревню гоблинов. Они очень маленькие и раздражительные. Прыгаем сюда вниз. И мы с ним попадаем реально в деревню гоблинов. Это одна из таких деревень. Возьму-ка я себе на всякий случай броню, а то я боюсь, они меня все-таки забьют. Ай, у меня еще тут сердечко осталось, гоблин. Нет, не смей, не смей, не смей. Тихо, 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 не бей, не бей ни в коем случае. А, все, иди отправляйся, я не знаю, куда ты там отправился. А, тихо. Нет, не бей меня, дружище. Нет, бей, не бей. В Майнкрафте есть только деревня жителей, но также есть разбойники. А почему бы не добавить, наоборот, противоположную деревню? И жители бы делали рейды гоблинов. Вот это было бы прикольно. Эх, малявки, ну что ж вы ко мне пристали? Теперь отстаньте, все, я побежал, до свидания. Номер 13. Перенос блоков. Вы когда-нибудь задумывались о создании своего собственного корабля, а затем перетаскивание его? Или построить, например, свой собственный лифт, а потом подняться на нем? В общем-то, ночь хотела бы все это то же самое. Гоблин, вот что тебе надо от меня, а? Иди давай своей дорогой. В итоге в Майнкрафт добавили корабли, но они все-таки утонувшие. Не зря же флаги все-таки сделали, но могли бы сделать такие переносные корабли, это было бы реально круто. Номер 14. Факелы теперь могут выгорать. А затем он сказал то, что добавят специальные вот такие вот фонари, которые будут гореть вечно. Давайте посмотрим, вот мы с вами спускаемся в такую вот шахту, очень темно, ставим факела, и смотрите, что происходит. Да, он тухнет. И специально для этого были добавлены вот такие вот фонари. Но в обычном игре все-таки обычные факела не выгорают, и смысла от этих фонарей нету, больше как для декора, но механика очень реально крутая, потому что все это все эти факела, они теперь тухнут. Номер 15. Постепенное ломание блоков. Ночь хотела, чтобы ломание блоков оставалось на пару секунд. Это бы позволяло ломать сразу же несколько блоков за один подход. Итак, смотрите, как это работает. Вот мы с вами начинаем добывать вот такой вот один блок, затем добываем с вами следующий блок, и посмотрите, эффект ломания остается, мы уже в любой момент дорубить наш блок. Смотрите, как круто. И то же самое работает и с железной лопатой. Даже быстрее. Поломали этот, поломали этот, а потом доломали вот этот вот, доломали вот этот вот, и этот заодно. Ну разве это неудобно? И самое интересное, что спустя 4 секунды, эта штука вернется обратно в исходное положение. Классная анимация. Номер 16. Акулы. Все, что он сказал насчет акул, то, что они просто будут пассивными. Ну что же, сейчас мы это с вами проверим. Так, спаунем акулу, вот так вот она выглядит. И давайте попробуем зайти в сурвайвл. Посмотрим, что она нам сделает. И да, смотрите, акула вообще на нас не нападает. В принципе, она бесполезная, но как моб в Майнкрафте, это было бы круто. У нас здесь пока что дельфины, а также некоторые виды рыб. Номер 17. Путешествие при помощи Незера. О, приветственные зомби. Сейчас я вам объясню, что это значит. Изначально в обычном Майнкрафте один блок путешествия в Незере является вот такому вот расстоянию в обычном мире. Когда на самом деле это расстояние должно было быть в 2 раза больше. Это значит, что если мы зайдем в Незер, придем там один блок, то мы пройдем в обычном мире вот такое вот расстояние. Номер 18. По мнению ночи, гасты должны были появляться после того, как вы построите портал ВАД. Привет, дружочек. Ты там ничего не забыл? Они с самого начала должны были спавниться рядом с порталами, чтобы игроку было намного сложнее заходить в те самые порталы. Что же еще кроит? Это странная фиолетовая жижа. Не, ну вот только представьте, вы значит таки построили портал ВАД, готовы уже проходить Майнкрафт, а тут спавнится только вот гаст и ломать вам же этот портал, чтобы вы туда не вошли. Эх, бедные спидранеры. Заходим в ВАД. Номер 19. Красный моховый камень. Вы только посмотрите на эту вариацию адского камня. Это булыжник вот с таки вот пхом. Слова Ночи. Эээ, очень тяжело было нарисовать красный мох в нескольких пикселях. Золотые слова Ночи. И в целом Незерак, то есть адский камень, должен был выглядеть вот таким вот образом. Но, эээ, Ночи не смог его нарисовать. Отправляемся дальше. Номер 20. Зачарованная броня. Ночи хотела добавить специальные префиксы к броне, например, огненная броня, которая, например, бы спасала 100% вас от горения. Давайте посмотрим. Вот у нас как раз таки есть огненная броня, спектральный шлем, а также везучие алмазные леггинсы. Леггинсы. Такс, надеваем. А, я неправильно понял, наоборот. Это броня, которая вас сжигает отла. И смотрите, под вами также находится огонь. Давайте проверим. Да, смотрите, за нами идёт след из огня. В целом, достаточно прикольно. А вот только перед этим вам нужно будет выпить зелье огнеупорности. И можно идти в деревню жителей. Дальше у нас идут везучие леггинсы. И они нам просто придают удачи. Спектральный шлем даст вам сияние. Вы будете теперь подсвечиваться. А всё-таки вместе с этими штанами вы спокойно сможете, эээ, прыгнуть вот сюда вот. Бесполезные штаны. Господи, здесь всё горит теперь. Пожарные! Нужны пожарных! Зовите... А, всё, кажется, всё потушилось. Эту броню вы никак не сможете зачаровать сами. Вы будете находить в различных структурах. Они могут быть полезными. Или, например, ха-ха-ха. Огненная броня вообще нет. Ооо, вот это вообще крутое обновление. Номер 21. Загрузка скачанных построек. Зашли вы, значит, такие в интернет. Увидели какую-то карту, но не хотите её устанавливать. Вы копируете специальный код. Вставляете его, нажимаете на кнопку. И здесь появляется гигантский дом. Всё, загрузка успешна. Как же это круто! Вы только посмотрите. Давайте зайдём, посмотрим, что у нас внутри. Вы посмотрите, здесь всё для жизни есть. Ух ты! А вам что-нибудь напоминает вот эта вот структура? При помощи неё мы с вами в жителя превращались. Эх, правда, кнопки... Эээ... Эти тролли будут кидаться камнями! Так, поставим чекпоинт. Зайдём в сурвайвл, возьмём броню. Так, надеваем, скушаем золотого яблочка, отхилимся. И заспауним этого голема. Привет! Точнее, тролля. Так, смотрите, у него нету половины руки. И что ты умеешь, дружище? Да, смотрите! Он реально такой, он кидается камнями! Они не шутили насчёт этого! Как отдельный босс в Майнкрафте, это очень крутая тема. Потому что механики, чтобы кто-то в вас кидался, чем-то нету. Ну, кроме и фритов, и гастов, которые кидают с вами фаерболами. А камни, это совсем другое. Они же летающие, почему бы и не добавить, например, ходящего такого персонажа? Это ж логично. Тролль, прости, но мне надо идти дальше. Ха-ха! Номер 23! Пивко! Согласно словам ночи, пивко выглядит достаточно круто. Причём его можно будет сделать в пивоварне в течение одной минуты. Ну что же, давайте попробуем. Закидываем, значит, сюда лаву, сюда вот тростник. И ждём одну минуту, чтобы сделать вот такую вот одну кружку. А пока у нас там всё готовится, уничтожу-ка я этого троля. А то он орёт очень-очень сильно. Эх, извини, дружок. Я ещё вернусь! Да нет, не вернёшься. Смотрите, работает штучка, готовится всё. Почти уже завершено. Такс-такс-такс, что тут у нас? Последние секунды и... Ну же давай, быстрее, быстрее, мне уже не терпится. Да, всё готово. Итак, это пиво будет давать вам скорость, а также тошноту. Ну, в принципе, логично. Так, проверяем, да, скорость есть, а также тошнота. Я не знаю, так ли это в реальной жизни, но вот такие вот эффекты даются в Майнкрафте. Это очень-очень странно. Но я вам не советую лучше этого не делать и не пробовать. Номер 24. Модификации мобов. То же самое, что с той зачарованной бронёй. Теперь у мобов могут появляться различные префиксы. Например, тёмный крипер, гигантский зомби, огненная мышь. Летучая, точнее. Так, давайте посмотрим, например, на огненную летучую мышь. Да, смотрите. Нет-нет-нет-нет, не смей! Не смей всё поджигать! Иди сюда! Ух, это было опасно. Так, что насчёт у нас гигантского зомби? Ну да, он, в принципе, реально гигантский. А также теневой крипер. Да, смотрите, он реально теневой! О нет, не взрывайся только. Ооо, это было мощно. Он ещё какие-то эффекты после себя оставил. Закушаем яблочком. В принципе, неплохо. Если это тоже будет в качестве редких мобов, то есть боссов. Номер 25. Кастомная броня. Когда спросили насчёт кастомной брони, ночь сказал то, что он не уверен насчёт этого. Но, тем не менее, ему достаточно понравилась эта идея. Поэтому давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Вот такой вот кастомный шлем. И выглядит он достаточно кастомно. Наденем другой шлем. И мы с вами... О, господи, что это такое? Надо снять это. Ну, как-то так. Кастомная, значит, кастомная. Номер 26. Различные природные опасности. Ночь сказал, например, зыбучие пески. Может быть, это и будет актуально. Давайте посмотрим зыбучие пески. Вот мы в них входим. И да! Смотрите, мы проваливаемся! Эээ! Ээ! И смотрите, чем быстрее я двигаюсь, тем быстрее, кажется, я проваливаюсь. А, кажется, нет. Но в любом случае нужно отсюда выходить. Это было достаточно опасно. Нет, спасибо, я не хочу пытаться больше. Также он сказал то, что когда вы плаваете, на дне моря могут быть морские ежи. Например, как вот эти вот, которые будут вас дамажить и сушать. Слушайте, а вот эта вот идея с морскими ежами достаточно прикольная. А нет, я попал в зыбучие пески. Нееет! Только не обратно кижам, пожалуйста, нет. Фух, опасно, опасно, опасно. Все, уходим отсюда. Номер 27. Летающая обсидия. Ночь говорил то, что он хотел, чтобы обсюда все блоки в Майнкрафте имели гравитацию. По типу песка, а также гравия. Но, кроме обсидиана. Только обсидиан смог бы это держать. А деревья, конечно же, ну, это все-таки листва. Она в реальной жизни тоже держится на ветках. Давайте-ка мы с вами сломаем этот обсидиан и посмотрим, как это работает. Опачки! И да, трава спокойно упала. Сделаем это в креативе. Трава падает, гравитация есть. Все очень круто. Гравитация в Майнкрафте, это, в принципе, было бы неплохое обновление. Но играть было бы намного тяжелее. Номер 28. Мегазвери. Ночь хотел добавить небольшое усложнение к игре. И не важно, насколько ты хорошо одет. Да хоть в незеритовую броню, чтобы пошалить ваши нервишки. Они бы случайно спаунились в обычном мире. Давайте посмотрим, что это у нас за звери такие. Мегазомби. Понятно. Мегазомби Пигман. Офигеть. Вы только посмотрите на него, он весь окровавленный. Мегафантом. О боже мой. Офигеть. Какой же он огромный, жесть. И мегаслайм. О боже мой. И мегмамаговый куб. Вы посмотрите, как высоко он все-таки прыгает. Не, мне кажется, это слишком. Это было бы мега сложно. Номер 29. Присвоение территории. Ночь говорил то, что вы сможете поставить специальный флаг, который будет защищать вас от других игроков. Это значит то, что если вы поставите этот флаг, то никто не сможет строить на вашей территории. И никто не сможет из мобов спауниться. Очень круто. Давайте посмотрим. И делался бы он из обычного золота. Вот, кстати говоря, и присвоение золота в Майнкрафте. А то говорят то, что золото как бы бесполезное. Флаг у нас готов, теперь идем с вами сюда. Ставим этот флаг, нажимаем на шифр и смотрим нашу территорию. В ней никто не будет спауниться, никто не сможет строить, кроме вас. Простите различные мобы, но нет. Вы сегодня, это как говорится, ваш сегодня не ваш день. Спауниться вы больше не сможете здесь. Крутая защита. Ух ты, у нас есть крутой лук, давайте попробуем. Сможем ли мы кого-нибудь убить? Да, смотрите, легко получается. Правда, он зачарован на 25 уровень силы. Но в любом случае, неплохо. Между прочим, слайм распадается на такие же гигантские слаймы. Да, это было бы хардкорно. Номер 30. Еда, которая не стакается. В основе ночь говорил то, что еда, которая стакается, слишком по-читерски. Поэтому, да, вы теперь не сможете стакать еду. Это прям как в самых первых версиях Майнкрафта, когда вы не могли стакать вещи и кушали их моментально. Причем не было даже голода, они просто восстанавливали сердечки. Но, понятное дело, то, что он сначала так сделал, а потом поменял свое мнение. Обязательно, друзья, нажмите на лайк, если вы до сих пор этого не сделали. Прежде мы посмотрим последние 10 обновлений. Я очень сильно надеюсь на вашу поддержку. И обязательно напишите, какое обновление вам больше всего понравилось. Номер 31. Вы знаете такую вещь, как мультитул? Это та самая штука, в которой находятся кучи различных инструментов. И все они объединены в один. Здесь то же самое, только с едой. Вы теперь сразу же сможете готовить очень много разной еды. Просто кладем сразу же 3 рыбы, кидаем 1 уголь и все готово. Все у нас уже зажарилось. Ух, какой злой, какие зубы-то. Очень удобно. Почему в Майнкрафте такого до сих пор не сделали? Почему нужно 3 печки ставить? Номер 32. Мокрый песок. А почему бы и нет после дождя? Мокрый песок, это же круто. Работал бы он так, что пока бы он не стал сухим, он бы на некоторое время находился в воздухе. А после определенного кулдауна он медленно-медленно падал вниз и превращался в обычный песок. Круто. Поставим еще очень много таких и посмотрим, как это будет выглядеть, если они будут в такой вот кучке. Вы только гляньте, как же это классно выглядит. Вау. Очень крутая фишка. Но это опять-таки слишком реалистично. Хотя, как сказать, блоки вроде бы не застреют в воздухе все равно. Хотя я давно на улицу не выходил. Возможно, там сейчас иначе. Номер 33. Монетки. Да, я так и думал. Ночь говорил то, что хотел добавить монетки, потому что они всем понравились. Например, сейчас мы посмотрим, как мы подоргуем с жителями, используя монетки. Так, привет, дружище, который... Эм, с наковальней. За 17 монеток ты можешь продать мне вот такой вот железный меч. Спасибо тебе большое. Пойдемте к кому-нибудь другому. Например, к тебе. За 3 монетки ты можешь мне продать топор. А также еще один меч. Спасибо тебе тоже. Есть у нас еще какой-нибудь торговец? Привет, дружище. Да, конечно. Вообще без проблем, куча еды. Монетки вместо изумрудов, это классно. Особенно, если бы вы их также находили в данжо. Номер 34. Пакелы, которые можно будет бросать. He said at one point they will be inconsiderate. Эм, ой. Perfect English. Он говорил, что это также, возможно, можно было бы сделать в Майнкрафте, но это до сих пор так никто и не сделал. Но бросать факелы достаточно прикольно. Есть куча модов, которые сделали эту фишку. Представьте, вы стоите, делаете себе небольшую локацию. Вам нужно осветить, например, вот эту гору, а идти до нее очень и очень долго. Вы просто кидаете факела, и она полностью освещена. Класс. Номер 35. Больше слотов в инвентаре. О, да, это вечная проблема. Специальный предмет, ну, например, тот же самый бэкпак, который даст тебе больше слотов, когда ты нажмешь на правую кнопку мыши. Ха-ха, посмотрите. Это круто, давайте скрафтим. Опачки, все готово. Надеваем эту поверхностную штуку. Здесь что-то с текстурами, но ничего страшного. В любом случае, эта штука работает. Нажав на правую кнопку мыши, у вас откроется специальное окно. Это не тот самый мешок, который добавили в новых версиях Майнкрафта. Здесь все намного проще. Это прям полноценный сундук, куда вы можете складывать вещи. А после этого спокойно эту штуку снять. Обратно надеть, и эти вещи будут здесь. Номер 36. Специальные водяные люки. В общем-то, рассказываю, в обычном Майнкрафте, когда вы ставите люк и открываете его, вода не просачивается. Но здесь специальные люки могут пропускать воду, после чего вы закрываете люк, и вода пропадает. Очень классно делать такие проходы. Это, можно сказать, даже своеобразные лифты. Номер 37. Красные луны. Ночь хотела добавить некоторые ночи, где бы случайным образом образовалась красная луна. В течение этих ночей было бы намного больше мобов, чем обычно. Итак, давайте посмотрим на эту красную луну. О, да, а вот как раз таки она. Посмотрите, как же она сияет. Но если бы они так сделали, то это было бы плагиатом, скорее всего, террарии. Сказали бы такие. А, это ж террария уже давным-давно есть, зачем вы это сделали? Но выглядит она достаточно устрашающе. Вот бы еще в чате писала. Наступились умные времена. Мобы уже выходят за твоей головой. Брррр, страшно как. Номер 38. Cloud, slow down the player. Облака бы тормозили игрока. Вы наверняка часто замечали то, что облака никак не действуют на игрока. Но теперь облака будут вас замедлять. Смотрите, я реально замедлен в них. Вот сейчас это облако пройдет. Давай, проходи облако. Ну же, ну же, ну же, давай. Нет, все-таки у нас не получится, потому что облака здесь бесконечные. А вот, все, здесь я могу ходить нормально. А нет, я все же опять в облаке. Хоть какая-то польза облакам была бы. Номер 39. Пигманы. Ночь говорил то, что его самый любимый моб, это был пигман. Просто вот такой вот пигман, да, друзья. Именно, именно вот такой вот пигман был бы у нас в Майнкрафте. Если бы, скорее всего, его ударяла не молния, а, например, фикса, я не знаю. Но, в общем-то, вот такой вот пигман у нас был бы. Давайте еще раз на него посмотрим. Да, замечательно. И последнее обновление, номер 40. Больше драконов. Ночь говорил то, что драконы определенно были планированы. Хотя до этого он планировал очень много драконов, но в итоге выпустил только одного эндер-дракона. А говорил, драконы. А выпустил дракона. Эх, 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 Ночь. Привет, дракоша новый, как твои дела? Это у нас какой-то огненный. Прикольно. Куда ты там полетел? Давай отправляйся обратно. Вот, вот так-то там намного лучше. Ух, а вот и конец. Друзья, я очень сильно для вас старался. Надеюсь, что вам безумно понравился данный ролик. Если это так, то обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. А для вас старался фиксай. Не забывайте смотреть предыдущие ролики. Всем удачи, до скорой встречи, пока. Увидимся в следующем ролике. Пока!